И все, привет, ребят, с вами Мистер Вайк, я сегодня записываю новый ролик, буквально час назад я приобрел на свой основной аккаунт, на мой взгляд, ну, наверное, одно из, либо даже самое лучшее устройство на гром и на устройство вообще на какую-либо пушку в игре, запикался сразу в катку, потому что это устройство, которое работает не везде, запикался, как вы видите, на пустыню и готов дать спустя час. После получения этого устройства какого-то грязного контента, обидно, конечно, что нас закинуло на темную карту, потому что сейчас мне в глаза чуть-чуть светит солнце, но попробуем дать что-то жесткое, я поинтересовался у ребят на стриме, спросил, хотели бы вы видеть видос с этим устройством с основного аккаунта, потому что я все видосы, которые записывал, они были как раз-таки с спецаккаунтов. Ну а теперь уже у нас есть возможность записать жесткий контент с основного акка, ну и будем сейчас давать какую-то грязючку, 9 киллов я уже дал, полетела, родная, не знаю, где тут по позиции что давать, но это очень сильное устройство, это безумно сильное устройство. Вам нельзя ни при каком раскладе ехать здесь особо вперед, сближаться с противником, нам нужно, конечно же, чтобы наши тиммейты ехали на точки и захватывали их, потому что если сейчас тиммейты не будут захватывать, во-первых, нас начнут намного жестче выпушивать противники, и во-вторых, я не смогу дать большое количество киллов резистов от грома здесь, ну не сказать, что много, соответственно, у нас возможность реализации сейчас здесь будет хорошая, и все, что вам нужно делать, это, конечно же, давать и давать еще раз киллы, 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 киллы. Под ту сторону, в принципе, наверное, гром бы смотрелся бы поинтересней, я уже за ту сторону видос записывал на мега-донате, а вот за эту сторону я еще пока что ни одного видоса не записывал, вижу тайминг под овердрайв, более-менее нормальный, ну и под него все равно особо противник не играет. Но что-то, что-то, что-то грязное дать точно можно, Васянчик пишет, что я попал на его видос, или он попал на мой видос, вопрос хороший, но, наверное, я думаю, что он записывает свой пятер ролик. Так, ладно, Васянчику привет, но у нас тут своя грязь, и нам надо ее, конечно же, давать. У нас полторы минутки прошло уже, а Вася на чем играет? Вася на тринсек с Эмми, вроде-либо это рикошетами, знаю, что он там использует, главное, чтобы супер большого количества резистов не было у нас, и тогда будет все великолепно. Под упорчик, под среднюю дистанцию, конечно, урончик режется сильно, но на большой дистанции тут начинается самая интересная грязная суета. Я хочу съездить чуть-чуть ближе, не знаю, сдалека прям с солнцем вообще ничего не могу увидеть, но меня здесь викингарик уже сливает. Так, пока что все не очень круто начинается, если честно, позиция под слитие противника пока что я интересной не нашел, но есть один вариант интересный, который я только что придумал. Это встать вот под вот эту стенку, под вот эту вот левую, и там по идее должен открываться прострел под правый рез, если там открывается прострел под правый рез, и тут вот, да, вот она, вот она позиция, вот она сладкая моя. Тут расстояние небольшое, с этой позиции расстояние маленькое. Такого расстояния я особо много наносить урона не буду, к сожалению. Блин, ну как-то, как-то, как-то кажется пустыня вот идеальная карта для реализации такого грома. А на деле, на деле уже есть свои не самые вкусные нюансы. Если кто вдруг не знает, в чем плюс и как работает вообще это устройство, работает оно x2 урон на расстоянии, то есть если у вас большое расстояние, то с этим устройством гром наносит в два раза больше урона. Если у вас расстояние маленькое, то у вас наоборот не x2 урон, а как раз таки в два раза меньше от дефолтного стандартного урона. Ой, хорошую тычку попал. Поэтому здесь, все что вам нужно делать, это стараться как можно больше дистанцию ловить, и уже на ней давать лютейшую грязь. Но, к сожалению, за эту сторону у меня пока что лютейшую грязь не получается дать. Но я хотел бы, все равно, но мы же не можем вливать схваток, правильно? Мы играем до конца. Мы играем при любом раскладе до конца, и пробуем реализовать свою комбинацию. Поэтому будем стараться, пятьсотку я уже почти дал. Девять минут до конца боя у нас есть. Минутку там я чуть-чуть потерял, конечно, от начала, то что-то у меня запись не хотела включаться. Но, в целом, все хорошо. Отлично, по 2300 наносим. Пока что до сих пор не могу найти хорошую позицию, оптимальную, на этой карте для уничтожения противника. Скатал на скрине на соликамске, и в принципе получилось дать неплохо. Даже я бы сказал, наверное, хорошо дать. Поэтому здесь наша задача пока что заключается как минимум в том, чтобы найти вкусную позицию, с которой как раз-таки у нас будет возможность наноса суперского бомбического урона. За счет того, что вы, конечно, стоите на таком расстоянии, по себе практически никогда не получаете урон. Это, конечно, дает вам супер много дополнительного бонуса. И также я подметил момент на стриме, то что кризис у вас получается становится такой более бюджетный. За счет того, что вы выжимаете только ддшку и, по сути, только от нее и отыгрываете. Давайте, если вам не надо переключаться, то как раз-таки эффективность в этом и присутствует. Но! Но! Очень многое зависит от карты. И как раз-таки, если вы запикиваетесь на маленькие карты, либо на карты, где противник вас выпушивает, то супер хороших результатов вы можете не ждать. Их просто там либо вообще не будет, либо они будут... Ну, такие. На полшишечки, можно сказать. Ну, такие. Сладеньки. Сладеньки. Здесь вообще противник что-то как-то неплохо накидывает урона, но я все равно скажу вам, что позицию до сих пор хорошую я не могу найти. Я мечусь с одной зоны в другую зону и понимаю, что даже с тем, что я переезжаю с одной зоны в другую зону, моя позиция лучше не становится. То есть здесь, за эту сторону, неудобно пикать ни слева, неудобно пикать ни справа. То есть, грубо говоря, у нас пока что не самая приятная и качественная... О, эти стеночки! Но сплэш, кстати, у него очень хорошая реализация. Так. 725 очков. С режимом нам повезло. Карты, я думал, что мне тоже повезло. Но, как правило, иногда все складывается не супер идеально. А я бы хотел бы дать прям, ну, такую, знаете, супер сочную катку. Хотел бы прям дать такого джазу аппетитного, сочного. Чтобы это было прям супер грязно. Отличный выстрел. Так, ладно. Пробуем. 42 килла у нас пока что. 6 минут остается до конца. До конца. Так, Титанчик. Отлично. Есть. Пятерочка. Вкусная залетела. 800 очков. Ну, если мы здесь до 1300 каких дотянемся, это уже будет неплохой результат в рамках этого лично боя. Сплэшом хорошую тычку накидываем. Добавлять можно. Даже, я бы сказал, нужно добавлять. Противник там особо не открывается. Единственное, знаете, очень непривычно, что у тебя моментальный прилет от выстрела и моментами бывают ситуации такие, когда ты до конца не контролируешь приход своего грамма и можно где-то смазать. Ну и также это может быть немножко с непривычки тоже работает. Так, 50 киллов 5 минут до конца у нас имеется. Пробуем, пробуем, пробуем выйти на максимально жёсткую прибыль. На максимальный сок выйти. 100% оверкюм у меня есть. Отлично арест открывается. Нарест за два выстрела улетает. Так, и вижу плюс-минус тайминг для прожатия овердрайва. Но под него никто не пик. Я даже не вижу, честно. Не вижу, что там в конце вдалеке происходит. Это ужас. Вот вам и ночная карта. Так, вот и играй днём на ночных картах. Так, вот здесь есть такая позиция ещё интересная. Может быть попробовать с неё как раз-таки покидать. Отличная тычка по паладину залетает. Здесь получается, что у нас помимо киллов очень большое количество урона залетает, как раз-таки которые потом добивают наши тиммейты. Но с каждого танка по семёрочке мы всё равно дополнительно зарабатываем. И это тоже очень и очень неплохо. Так, здесь по 1200. Очень мало уже урона. Чуть-чуть расстояние пытаемся поймать. Аресу 2000. Хорошо, с респа залетает. Супер. Добавкин на центр. Наш тиммейт овердрайв вжимает. Ну и пробуем здесь что-то поймать на викинга. Викинг под куполом стоит. Так, скорпион. Ох, ептеть, он овердрайв вжал. 50 кило в 3 минуты до конца. 1000 очков у меня уже есть. Так, я вижу еще одну интересную позицию. Вот такую вот, например. Такую вот интересную позицию. Но сколько здесь позиций на карте? Все они не супер жесткие. К сожалению. Потому что нету зоны, где здесь вся карта на ладони. Может она, кстати, и на ладони? я просто не вижу, что там в конце карты. Из-за того, что карта темная, если подсветка не срабатывает, то я и особо сильно не вижу. Отлично. Добавкин. Хорошо. Есть контактик. Есть контактик. Вот, кстати, вот это лучшая позиция. Это лучше всего позиция пока что мне нравится. Да, это лучшая позиция за эту сторону. я нашел ее. Офигеть, мне понадобилось потратить 13 минут боя, чтобы найти лучшую позицию для этого игрома. Но зато вы теперь ее знаете за эту сторону на пустыне. И также я думаю, что можете все это дело контентово реализовать. Единственное из минусов, ну реально, тяжело, тяжело, тяжело увидеть. Тяжело увидеть здесь противничка вдалеке. Это конечно супер, супер грязно. Так, минута 25. Минута ВКонтакте минута 20-10 дороги. Отлично, 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 максимальная концентрация. Стараюсь добить максималочку. Часет свиньки лох. Так, викинг 2000 ловил. Там никто не пикает. Нет. Влюблене. есть, 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 контактик. Есть, контактик. Еще пикает. И еще добавочка. И еще, еще, еще добавить, 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 добавить. Отлично. Еще. Отлично. Еще. По страйкеру. У меня арест, наверное, на 200 или 300. Подаряжному. Добавить. Отлично. Еще. Отлично. Еще. Отлично. Еще. Еще. Есть контакт. да это конечно идеальная позиция это идеальная позиция для страйкера этой карте вы страйкера грамма реализация овердрайва было бы супер сочно было бы вообще с кайфом но друзья ну вот вот такую темочку можно плюс минус давать 70 килов не сказать конечно я что я дал максималку но если вам интересно это устройство то я постараюсь дать какую-то прям супер рекордную прям мега рекордную каточку на видос постараться втушить прям ну безумно жестко прям безумно жестко если вы приобрели это устройство то насладитесь им по максимуму я на сегодняшний день считаю что его можно очень жестко реализовать да даже в каком-то смысле она может быть находится в балансе потому что не работает на средней маленькой дистанции но если его использовать самые сильные стороны можно делать лютейшую грязь обязательно поддерживайте данный видос лайком подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые видеоролики я честно очень рад этой покупке сегодня вечером на стриме будем открывать еще ультра контейнеры поэтому приходите тоже на эту грязную тушон очку ну и конечно же не забывайте про тег создателя контента который находится в настройках игры в аккаунте кемо личный так это так темпе устанавливать его поддерживайте меня участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч такой на все информации по розыгрышу есть в описании у меня на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока